Настольный теннис Спортивный зал в Косихе построили больше 20 лет назад, с тех пор ремонт здесь не проводили. За помощью в обновлении социального объекта местные власти обратились к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Мы планируем на поступившие заменить вот эти окна ветровые, входные двери оба блока поменять и профессиональная, качественная побелка зала. Как только мы выберем зал, будет здесь гораздо светлее. Инициативы косихенцев, в том числе по развитию спорта, Александр Сергеевич неоднократно поддерживал. Так на стадионе в райцентре появилась беговая дорожка. Сегодня речь идет еще об одном объекте. Для меня ключевым критерием, как для создателя фонда, является количество людей, которые так или иначе могут воспользоваться результатами реализации того или иного проекта. Если говорить о ремонте спортзала в косихе, то ни у меня, ни у попечителей фонда не было ни малейшего сомнения, что нужно выбирать этот объект. Потому что здесь, по сути, присутствуют люди со всей косихи. И начиная от школьников до пенсионеров. Поэтому финансирование на ремонт этого спортзала уже выделено. Я надеюсь, что работы будут сделаны качественно и закончатся к началу нового учебного сезона. Инициативные граждане, как известно, опора села. Косихинскому району в этом смысле повезло. Здесь успешно работают сразу семь НКО. Организации, направленные на достижение социально ориентированных целей, есть не только в райцентре, но и в селах Лосиха, Налобиха, Полковникова и Контошина. Активные и сельские администрации. Выигрываем гранты разные. Большие и малые. Все сельские администрации района участвуют в этом направлении. Глава района признает, что из-за массы первоочередных социальных задач, средства на спортивную инфраструктуру доходят в последнюю очередь. А между тем, она давно нуждается в обновлении. Благодаря фонду социального содействия Александра Прокопьева пройдет ремонт в одном из самых востребованных объектов. А это значит, жизнь в районе станет еще комфортнее. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком.